Ну что ж, доброе утро, уважаемые зрители! С вами вновь студия RUHUB, это DotaPit. У нас уже идет третий или четвертый день группового этапа. Вчера состоялись очередные четыре игры, ну и сегодня опять четыре игры. Соответственно, первые две в группе A, далее группа B, ну и за группой A последим вместе с нами, с Джемом Милл Штормом. Да, всем привет, рады приветствовать всех любителей Dota. Первый матч HellRisers против команды Viking Duginos ожидает команду, у которых в последнее время дела не лучшим образом обстоят. HR там вроде показывали неплохие результаты на vplay пушка, но под конец что-то у них там совсем не пошло, и вот сейчас у них там невероятный луст-трик. Ну и вчера мы видели викины, они тоже очень слабенько играют, поэтому здесь, наверное, в какой-то мере эти команды даже равны. Ну да, викинги вчера вообще как-то не впечатлели. Давайте посмотрим на драфты, которые уже, собственно, готовы. Ну как готовы, которые уже начались, но еще не готовы, да? Пока что только наполовину приготовились. Интересно, тут песня «Леда и пламени» в исполнении викингов, у них «Виверна и Феникс». Ну, викингов вчера вообще не было видно, они как-то настолько блекло смотрелись, и их просто катали все, кому не лень. Ну, у них соперник не самый слабый был, наверное, можно скидочку сделать на это. Да, действительно, соперник не слабый, но тем не менее, там, как бы, 0-3 говорит само за себя. С другой стороны, у них хотя бы две выигранные карты, а у Ашервуд, например, 0-2, и у них вообще по нулям. То есть 2-0 они Fly to Moon проиграли, 2-0 они проиграли OG. Сегодня также состоится встреча между OG и Alliance, это встреча за топ-1. То есть у той и другой команды по 2-0 пока что, но Alliance одну карту проиграли как раз-таки и викингам, как ни странно. Но, в общем-то, сильные коллективы, и очень интересно будет посмотреть за тем, как они будут играть друг с другом. Как мне видится, OG все-таки посильнее, но посмотрим. Может быть, это на фоне вот викингов они смотрели сильными, а с Alliance все будет не так круто, как вот вчера в Fly to Moon. Вроде бы вели-вели, а потом бах, и все. Так, ну а у нас тут, я смотрю, Hellraiser собрались пуш. Забирать ли контрол по Dragon Knight при поддержке Вич-Доктора пока все это будет. Да, лютый пуш, прям очень серьезный пуш. Потому что это у нас, может быть, быстрая игра, прям очень быстрая от HR. Во всяком случае, у них есть все ресурсы для этого. И пока непонятно, как от этого собираются отбиваться. Но в Виверна есть, это неплохо уже, на самом деле, против Ликантропа, против вот таких вот давящих пиков. Да, но неплохо было бы забрать какой-то отспан. Все-таки нужно будет как-то бороться с саммонами и останавливать вот эту вот всю орду крипов, которые будут на тебя бежать. Ну и ДК, конечно же, тоже пробивать как-то надо будет. Потому что по-любому он будет идти вперед, там, в форме, и по КД просто выходить ломать ТВРА. Да, ДК такой герой, против которого нужно набрать определенное количество урона. Если ты его не добиваешь, то он просто может отступить буквально на 10 секунд, там, зарегениться. Особенно учитывая, что есть Вич-Доктор в пике. И опять же, с ДК всегда есть вариант сыграть вот следующим образом. Взять, поставить его, допустим, на мид или куда-нибудь на легкую. Вкачать ему броню в 4 и просто оставить его там одного терпеть против 2-х, 3-х героев. Ну, 3-х героев, наверное, он не выдержит. А вот 2-х вполне способен. Особенно, если это уровень, ну, хороший будет уровень. Один герой его точно не продавит. Вот даже, я думаю, что такой герой, как Лишрак с 4-й броней, ему будет очень тяжело. С диаболиками ты эту 4-ю броню плохо пробиваешь. Да, на пульснове, там, на станах с подключением, наверное, такой герой, как Лишрак, может. Ну, если это будет соло-мид ДК. Но все равно тяжело. Не говоря уже о том, что если, опять же, поставить ДК в мид, как только мидер соперника уходит, моментально идет атака вышки. Да, скорее всего. Но тут пока что тонковато все снизу смотрится у команды Викинг. Нужно, наверное, что-то добирать такой поплотнее. Ну, Лишрак, наверное, на центральную какую-то, возможно. Скорее всего, не хватает пока у Флейнера Керри. Ну и что у нас по банам? По банам, на самом деле, особо ничего так не выделишь. Наверное, за исключением разве что Вивера. Вот Вивера мы вчера видели от Ника Бэйби, насколько хорошо на нем отыгрывал. Видимо, решили подбанить на всякий случай. Вдруг нам подсмотрели бы этого персонажа Ашера. Ну, а так, в целом, я к тому, что Вивер не самый частый гость. Ашер прям могут попробовать упороться совсем в пуш и Сумону взять беста. Но они взяли снайпера. Это вполне возможно суппорт снайпер. Так, Тимберсо забирают Викинги. Довольно сильно будет против Эликана и ДК. В общем, это, возможно, суппорт снайпер. И сейчас они доберут какого-то героя в оффлейн, с которым будет прям очень неприятно стоять, учитывая, что у него будет суппорт снайпер. Не исключено, не исключено. Сларк подбанен от команды Ашер. И последний бан ожидаем от команды Викинг. Снайпер — это интересно. Особенно интересно, какую действительно роль здесь будет исполнять. Ну, слушай, это в теории может быть и медовый снайпер. Драгонайт может быть оффлейн. И все еще могут какого-то саппорта себе забрать Ашера. Так, ну что, времени не так уж и много осталось у команды Викинг на раздумье. Опять же, складывается в последнее время тенденция, когда почти все команды тратят свое дупо время. Под конец. Знаешь, я бы сказал, что уже последние пару лет настолько важно это. Ну, не знаю. В Китае, на самом деле, как правило, быстрее все это происходит. В Китае сейчас такой интересный пример, потому что, учитывая, какие новости оттуда прилетели, что там произошло. Это правда. Так, ну что ж, в итоге последний драфт. Это герой, ну, предположительно, на легкую, который хорошо постоит против снайпера еще плюс одного. Это Лансер. Ну, на кэрре смотрится неплохо, но все-таки необходим ему никакой-никакой фарм, чтобы драться и просто жить в драках. Вот. Ну, против давления может не справиться по-хорошему. Ему реально нужно дать будет какое-то время. Так, ну, мне интересен будет сейчас Ласпи команда Ошер, потому что мы уже, наверное, с ним узнаем точно, кто он справится. Потому что тут есть персонажи, роль которых пока еще не определена в полной мере. Типа делать снайпер кэрре очень не хочется, мне кажется, против Лансера особенно. Ну, с другой стороны, у Флэйн ДК есть такая опция. Нет, все-таки это снайпер Квопа. Да, эта линия очень неприятная. Да, Роджер берет снайпера. На самом деле, эта линия совсем не новая. Это линия, которой играли... Ну, кстати, Ксаня берет пока что Квопу. Может быть, это... Да, это линия снайпер ДК даже. Но я вот думал больше про снайпер Квопа, потому что если они придут против Тимбера, они будут очень хорошо там стоять. Да и с Лансером тоже, на самом деле, неплохо. А вот если ДК придет к Тимберу, там будет все не очень хорошо. Даже не знаю, как здесь они поступят. Но вот оптимально как-то избежать Тимбера. Задача номер один. Да, Тимбер, потому что такой персонаж, который реально основу боли может раскатать всю здесь команду. Осталось десять. Как ему здесь отдать предпочтение в плане пиков, потому что закрадываются сомнения в отношении той другой команды в плане исполнения. Очень сильно будет зависеть от начала. Очень хорошо могут Ашеры поддавить своего оппонента. Но понятно, что, как всегда, Лансер в лейтгейме очень сильный, и мы в него верим. Хотя вчера мы видели Лансер, который его ведь проигрывал, но там как бы вопросы... Можно, конечно, но тем не менее. Тем не менее есть... Здесь есть чем убивать. Здесь есть ДК, здесь есть в конце концов Клопа. Это уже урон, которого может хватить, скажем так, до какого-то времени. ДК, если прям супермного оденет, то с Лансером он хорошо расправляется. Так что здесь очень важно будет именно начало игры. Ну и, конечно, лейнинг. Я думаю, что сейчас будут очень много придумывать на лайнах, там пытаться друг друга как-то обмануть, потому что Тимбера не хочется видеть против ДК. Уж точно. Тимбера хочется видеть только против Клопы. Задача прям непростая. Так, ну что? У нас стартует игра, и стартует она с паузы. Ну, а пока у нас пауза, мы можем посмотреть коэффициенту на эту первую карту. И вот выглядят они примерно вот таким образом. Я бы сказал, что Ашер довольно... Для такой пары, с точки зрения коэффициентов от париматч, Ашер довольно уверенный фаворит. То есть мы вчера видели даже в более таких жестких парах достаточно аккуратный коэффициент. Здесь же они смотрятся лучше. Ну и опять же, у них опять вот этот вот... Довольно, я бы сказал, метовый пик с хорошим винрейтом. Герои забраны. Вот этот Ликан Троп. Но все-таки нужно понимать, что Ликан очень хочет играть от давления. Это не значит, что это там буквально 20 минут, если они не спушат, то ГГ. Нет, здесь очень неприятный пик. Здесь вот этот снайпер, который может одеться. Он пока собирается через ПТ какой-то там транквилы, да, стик. Ну, понятно, что он хочет Аганим взять в этой игре. Захочет. И это всегда такая очень крутая инициация. Ты увидел кого-то, нажал на ультимейт, быстро этот ультимейт дал, потому что у тебя кастуется он очень хорошо с Аганим. Застанил на длительное время. Ну вот тот же Лишак будет очень сильно терпеть. То есть в него могут синициировать прям с любой точки. Не говоря уж о том, что если ДК берет блинк, он прыгает, дает стан. Как раз снайпер в этот момент заряжает и продлевает стан. Это очень долгий стан, из которого не выйти так просто. Так, ну и что у нас в итоге? Предварительно по расстановке по линиям. В мисс здесь понятно, что отправится Queen of Pain. Вниз, видимо, все-таки отправится Никс, хотя Никс все еще находится на базе, я так понимаю, ждет. Там производит разведку волками своими пока что на территории оппонента. Да, он смотрит, кто куда, может быть, пойдет, кто где находится. Вот видишь, что Тимберсо снизу. По идее, видя Тимберсо снизу, Клопа должна хотеть прийти к нему вниз. Но туда отправляется Ликан. Ликан захочет стать против Тимбера. Это интересно. С двумя кольцами. Ну, ДК, в принципе, устроит линия против Лансера. Более чем. Пока что вот такая вот трипла у нас сверху образуется. Так, ну что, наверху у нас вроде бы как намечается какая-то борьба. Да нет, наверное, не пойдут, не пойдут, скорее всего. Здесь викинги опасно против троих выходить и должны сверху две забирать Ашеры, снизу две викинги заберут себе поровну. По баунте. И довольно спокойный начал. Давайте посмотрим без первой крови до выхода крипов. Нет, все-таки на мид отправляется на Скин оф Пейн. Улетает Драгон Найт. Да? Сделал тапошечку. Нет, не Драгон Найт. Это у нас вниз улетела Мипошка на помощь и сразу же сбивает здесь сентри чужой. Пока только сентри. Мапсервер не смог сбить. Сентри, который блочил спаун, насколько я понимаю. Сразу начинаются размены. Ну, здесь Ликану пожелать только удачи остается, потому что линия у него не самая простая. Тимбера вот этого оставили. Он будет пытаться как-то волчками добивать, наверное. Мипошка берет на себя пока что Арамиса. Сверху мы видим снайпер, который просто будет вот так тачковать. Кстати, раскачка тоже интересная. Я вот видел снайпера от Ебзора. У него вообще не был вкачан хэдшот. Он просто играл через Тейкаим и Шрапнель. Просто бегал, помогал. Там блочил спаун. И здесь Роджер вообще другую игру демонстрирует. Он... Правда, он тоже сапог взял. Но он все-таки вот с хэдшотом. Отвлекает Виверну на себя. Ну да, пытается просто выбивать из нее хп. Правда, регену Виверну очень много. Виверну периодически так же заплебывают еще и бластами на линию. Фаник тоже тут пробили. Но это опять же до порода времени, пока второй левел Фаник не получил. Пока пассивка не появилась. Не появился дополнительный реген. Странно то, что он не взял. Видимо, решил там крепочков добить. Не чувствует опасности в начале. Ну вот, снайпер мог на самом деле занять позицию поинтереснее здесь. И уже вот сбрить этого курьера, который подходил. Ну что, у снайпера все-таки очень приятная тычка. Ну и в принципе и так он натыкивает. Сейчас левел 2. Уже получил драгонайт. Уже взял себе пассивку. Как мы видим, пробить его здесь особо не удалось. Так, вот снайпер опять находит Виверну. Второго уровня все еще нет. Я думаю, что на втором Шрапнель возьмет. Да, так и есть. Все-таки это нужно сделать. Ну и вот такая вот очень интересная такая геймплей получается здесь. Просто бегает за этой Виверной. Ну, кстати, вот сейчас может подставиться. Пытается убежать. Нет, Фантом Монтер далековато был. Блаз залетает, конечно, от Виверны. Зря мне кажется, Рошер здесь шажочек назад сделал. Но все-таки отпускает его здесь Селери. Сам потратил на себя фласку. С другой стороны, мы видим, что труды Роджера окупаются. Фаникс спокойно фармит на линии. 15 на 2 у него, а Пэйл недофармливает. Да, параллельно с этим Феникс очень сильно просел. К нему приходит фласка. Ну, вот Мепошка здесь вкачал хил. И, в общем-то, просто нормально отводит. Все делает. Никс пока фармит. Линию против Тимберсу он выдерживает. И вот, наконец-то, сбивается опс. Роджер поставил, сбил. Что сейчас будет делать отвод? Вот, да, делает отвод. Неприятный этот герой-снайпер. Прямо скажем, на линии. Очень неприятный. И, как бы, вроде бы, ты воспринимаешь вообще это как какую-то шутку. Да, почему? Почему снайпер? Это же какой-то керри-герой. Почему он настолько сильно напрягает. Но, на самом деле, напрягает он действительно знатно. И по игре, в том числе, своими шрапнелями. И радиус у него бешеный. Опять же, и стан закидывает издалека. Но для этого нужен аганим. Все-таки без аганима саппорт-снайперу тяжеловато. Ну да, так и есть. Ну что, старт чуть получше пока что для команды Ашер мы видим по крипам. Но особой разницы большой нет. Так что, можно сказать, что пока в равной степени фармят обе команды. Там в миде была попытка агрессии от Квинфейна или Шрака. Но там подставил сквопа под стан. Поэтому не смогла ничего сделать. Ну и какие-то лаги небольшие у команд. Поэтому ждем, пока они их пофиксят. Соларинг уже имеется у Фаника на линию. Я понял. Я вообще просто в шоке. Ребята, честно, я иногда с вас просто в шоке. Бывает. Так, ладно. Пауза была, благо, недолгая. И у нас проблема у Роджера. Потому что теперь к атаке подключается и Фантом Ланцер. Правда, Роджер убегает. Паска у него есть. Но было очень опасно. Он мог здесь и погибнуть. Ну, пока все хорошо, Ашер. Опять же, для такого пика, как правило, линии достаточно сделать... Ну, достаточно стоять неплохо. Это уже хорошо. Это уже позволяет выйти своими артами и начать давить в мидгейме. Да, здесь задача викингов как раз-таки как-то... Ну, немножко затормозить Ашеров. Потому что... Наверху. Наверху загнали Виверну под Шрапнель здесь. И с помощью стана прокачанного Драгонайта забрали его. Мы видим раскачку Фанника 1-1-1. И за счет этого сделали фраг. Ну, Роджер поставил такой вот интересный вард. На четвертой минуте выходит. Видит Лешрака. Можно потыкать его было, но... В итоге руна снизу. Руну забирает Клопа. Все-таки Феникс здесь не успел. Ну, вот. Ашеры чуть получше действуют. ФБ за ними. Линии пока что... Крипов у них побольше. Клопа чуть-чуть выигрывает мид. Там... Ликан очень достойно стоит. Я вот, честно сказать, думал, что Ликан гораздо хуже справляется с Тимбером. Я тоже. Я тоже думал, что будет гораздо хуже. Но здесь мы видим раскачку 2-2. И в оригену все неплохо. Да и Тимбер не сказать, что прям сильно как-то дает. И еще и Мепошка загнала Рамиса. Там забрал его. Вот это очень круто. Это еще соло килл. Причем, опять же, там... Это... Феникс никому не мешает на линии фармить. Феникс просто погибает. Отдает экспу. Сейчас будут еще баунти руны. Вот это максимально важно. Потому что... Кто заберет баунти руны, тот ситуацию сильно улучшит. То я вижу, что Ашеры не заберут баунти руны. Хотя Виверна тоже стягивается. Ну да, наверху была попытка нападения на Фантом Мансера. Закинули в него стан. Две, по идее, сверху должны забрать Ашер. Здесь у нас в погоне за Мепошкой. Ой, как же плохо Феникс сыграл. Феникс очень плохо сыграл. И сейчас на самом деле Мепошка мог идти вниз и забрать баунти руну. Да, это как бы все баунти руны были для Ашер. Потому что Феникс потратила Карус Дайв. Но Мепошка почему-то этого не сделал. Он, я не знаю, чего испугался. Хотя вроде и Тимбера видел. Но в любом случае три баунти руны. Ашеры здорово отыграли сверху. Так, идет у нас куда-то снайпер. Какое-то подключение. Вот приятно снайперу, что в миде стоит такой герой, как Лешрак. И он не мобильный. На него можно выйти. Он под кортиком. Кинуть ему еще замедление. Ну да, наверху по КД Феникс выбегает на Фантом Лансер. Просто кидает ему в лицо стан. И пробиваясь руки. В принципе, неплохо. Отгоняя его от фарма, мы видим, что разница уже такая... Ну, на самом деле, прям не критичная. Там буквально 200 голды, но все же Феникс получше стоит на линии. Так, у нас начинается передвижение по карте. И вот здесь у нас на речке внизу уже может быть стычка. Мепошка спрятался за елкой. Но нет, никого здесь не поцепили. Наверху в итоге поймали Виверну. Виверна на Аптик Берни улетает на хайграунд. Продолжает расстреливать снайпер. Сейчас будет, возможно, какой-то блинг. Там есть, если что, Суник Вейв. Тратить, наверное, не хочется. Вот так забирают, да. Ну, в общем, 3-0 пока что. Викинги, как и вчера, в общем-то, продолжают свое не самое удачное шествие. Да, что-то пока что Ашер их прям катают очень хорошо здесь. Забирает в миде сейчас еще и Лишрака. Это прям замечательный фраг для мидера команды Ашер. И они уже 2000 ведут золотых. И пока никакой ответочки от Викингов мы не видим. Совершенно. Да, и сейчас начнется самое интересное. Всякие пуши с Некрачами. С шестым ДК в том числе. Так, ну а внизу Тимбер уже начинает немножко тут заходить за Тавры. Может тебе позволить встретить реакцию фармором. Сюда, правда, перетягивается к Сане. Пошел Маледикт. Касса ЧТИ не позволяет Тимберу уйти. Суник Вейв. И Тимбер сейчас может погибнуть. Еще одна плюха летит. Да, в итоге это уже киллинг сприт для мидера Ашер. Реген, как правило, очень сильно спасает против Маледикта. Но вот когда настолько много урона залетает, там уже ничего не перерегенивает. 5-0, 2000 преимущества. Шикарный старт. Мы видим три кора в топе. Снайпер идет хорошо. На уровне, кстати, с Лешаком. Настолько вот бедный Лешак. Они сейчас друг против друга здесь стоят на миде. И я бы сказал, Снайпер выглядит так, как будто он просто стоял в миде против Лешака и проиграл его. Но точно не как Снайпер, не как Саппорт. Да, и срочно нужно уходить, что-то там делать в лесах. Потому что вот-вот уже начнется давление. На верхней линии мы уже видим почти спушенную вышку. ДК ее за эту форму не допушит. Но за следующий заход вполне. При этом Ликан уже передвигается в мид. У него есть первая книга. Сюда же... Здесь же находится Снайпер. Охраняет пока что Аркан Руну, видимо, для Квин оф Пейн. Ну и, кстати, не стали подпушивать в итоге. Не торопятся пока что. А, тут стаки. Решили стаки забрать. Туда очень много фармов. А, они там тем временем наверху уже заканчиваются у него формы. За счет нее он, я так понимаю, немножко Тауэр побил. Да, мы видим, что Тауэр наверху убитый. Ну и Ликантроп прям очень богатый получается у нас. Уже 3800 имеет Никс. У него уже первые Некра. И скоро появятся вторые. Немного остается до рецепта. Ну а Пейл, мы видим, смещается уже в лесах. То есть он понимает, что на линии ему делать нечего. Ну и Виверне надо дать фарм какой-то. Может быть он сам бы и постоял против этого ДК, но... Лысый Виверне. Нужно дать фарм. У меня она лысая. Да. Бывает богатый. У меня обычно ЦМка богатый. ЦМка или ВР. Да, лысый. Но внизу опять нападение на Тоби. Да, слушай, неплохо здесь так пробивают. На нем висит Маледик, но он скорее всего выживет. Да, реген пошел. Ну да, но тут не хватило буквально на самом деле одного какого-то скрима. И он бы погибал, потому что Маледик на него слишком много урона. Ну и Квапа в принципе продолжает здесь кастовать, потому что у нее Арканруна. Она может очень... Очень много всего накидать. Ультимейт как раз откатил. Четвертый скрим скоро. Перетягивается ли Шрак вниз помочь. В миде при этом не торопится никуда Шр. То есть вот несмотря на то, что они могут сейчас накинуться. Но они еще хотят немного выформить. Еще увеличить свое преимущество. Дождаться может быть, когда Фаникс пушит топ. И за счет него... Так вот, Фаник все пошел. Да, вот Фаник прожимает форму и сразу же начинает ломать Тауэр. Пытается Виверно просто отвести крипов. Там тем временем внизу драка вроде как намечается. Потому что сюда очень уверенно шли сейчас Викинги. Но отгоняют здесь Квин оф Пейн. И в итоге драки не вышло. Правда обходит все еще там Снайпер. Шестой левел у него уже имеется. Снайпер в итоге здесь тоже никого не нашел. А Фаник наверху забирает. Тауэр Т1 является баунти-руной. Вот она драка. Как раз таки улетает Феникс. Ну, соответственно, это ему взлетел прямо в спину. Феникс погиб. И драка продолжается. Потому что здесь очередной кортик залетает по Тобе. Но Тобе все-таки слишком плотный. И по Тауэр никто давить не хочет. Тем не менее, 6-0. И 4 баунти-руны за Ашер. Это уже 5000 преимущество. Оно просто колоссальное. Третья книга на Ликонтропе совсем скоро. Сверху вышку потеряли. В мид передвигается ДК. У него еще есть форма. И еще можно сделать пару тычек по Тавру. Да, он так и делает. Ну и, собственно, вот вам и пожалуйста. Вот вам и пуш в действии такой легкий. Виверна есть ультимейт. Нужно сейчас сыграть аккуратно. Квапа запрыгивает. Очень агрессивно пошла ульта. Но, кажется, Квапа здесь переагрессировала. Хотя удается забрать одного. Да, спровоцировала неплохую драку. Возможно, сейчас еще и третьего. Там Курьера забирает. Никс у него. Там еще имеется форма. Все равно ответные два фрага. Главное, сейчас Тавру будет пушить еще в идеале. Вот этот размен. Тоби в миде здесь не получает стан. Но все-таки у него настаканный армор. Пробить его очень сложно. В ходе, так сказать, там тиммерчения. Но Тавру заберут уже неплохо. Получается, разменяли одного героя на двух. То есть, все забрали в строение. Уже хорошо. Да, это устраивает, безусловно. Да, Квапа, конечно, погибла. Но забрать двух персонажей. При этом еще и вышку. В размен на любого одного персонажа. Тем более, это был такой самый слабый кор в команде HR. С точки зрения Нетверса. Это нормально. Ну и можно передвигаться под форму Драгон Найта, которая сейчас откатила на нижнюю линию. Вот сюда уже, кстати говоря, пришли викинги. Они под Вардом это сделали. Поэтому Квапу вряд ли они поймают. Да и пик у них не совсем такой. Может быть, через ульту? Так, у нас внизу. Да, вот как раз нападение на Квин оф Пейн. Ну, я не знаю. Не уверен, что хватит им урона. Хотя все вроде бы правильно скомбинировали. Вот тут прям доли секунды не хватило. Вот, скажем, Квин оф Пейн. Странно сыграла Квапа. У нее Вард стоит, она все видела. Она не поверила, что через ульты его будут забирать. Почему нет? Очень, очень даже да. Ну и в итоге отличный фраг делают. Немножко заработали экспы, золото, забрали вышку. Да, и самое главное, это второй подряд фраг на Квин оф Пейн. Это немножко притормозило ее развитие в плане экономики. Мы видим, что откатило немножко назад. Но ничего страшного, ладно. Это не критично все еще. Все еще хорошее преимущество за шар. У нас тут занимают... Точнее, занимали чужой лес викинги. Отступили уже на свою половину. Я просто думал, что, возможно, кого-то еще поймают. Ну, а Никс уже с третьими играми и продолжает себе фармить дальше Кирасу. Пейл, правда, за это время немножко приподнялся по экономике. Мы видим у команды викинг, но ему еще фармить и парк. Ну, вот он сделает ставку на диффуз. Выфармить быстрый диффуз и попробовать подраться. Не верят в то, что дадут ему зафармить Яшу, с ней что-то поделать. Может быть, он и прав. Так, что у нас по коэффициенту? Давайте посмотрим. Там был 7.0 в один момент. Ну, сейчас прям совсем огромный. Сейчас мы вводные краны. 1.05 на 8.50. Это очень жестко. И мы видим, что как раз в этот момент забирают Тимбера и переходят в тот самый пуш на нижней линии. Вот он, блинк на ДК. ДК сверхмобильный. Продолжает душить. Немножко потравил вышку. Куда приходит Клопа. Сейчас она с крипами спокойно разберется. А здесь просто выжимает соперника из леса. И уже идет какое-то давление от Ликантропа на верхней части карты. Да, да. Очень хорошо начинает Ашер действовать по карте. Прекрасно чувствуют они свою силу. И я думаю, понимают, что нужно им давить. Но я знаю, мы можем еще раз увидеть, что просто такое редко происходит. Вот еще раз какие-то центры. Он стремительно падает. Примерно вот такое, да. Ну, понятно, да. Он стремительно падает, как, в общем-то, и вера в команду Викин Джи Джи. Так и есть, так и есть. Но сейчас главное Ашер не ослаблять, наверное, свои хватки. Не ослаблять давление. Потому что, ну, все-таки, если подотпустить этого флэла, шансы всегда есть с ним камбэкнуть. Потому что 5000, это прям не скажет, что такое большое преимущество, которое прям невозможно не отыграть. Да, если его как-то затормозят, то это действительно так. Но на данный момент это довольно серьезное подспорье, скажем так. Особенно с таким драфтом, который моментально тут все ломает. Не допушили нижнюю вышку. Как-то вообще стараются больше вот уделять внимание не пушу товаров, а именно... Ну, тренд протектора нет, никто не захилит. А именно дужки вот такой вот оппонента, наверное, оно и правильнее. Сейчас видят... Видят Виверную, но Виверную ломает вард. И идут в большой лес оппонента. Там никого нет. Хотят здесь кого-то найти, но... Все тщетно. Ну, на линии разве что Арамиса могут сейчас подловить. А вот как раз видят его. Но Арамиса имеет эко-рус дайв и может попробовать как-то скрыться отсюда. Но нет, не успевает. Вот перехватил там паник. Накинули, карты выделили. Еще и десвард не пожалели. Ну, минус федикс. И пятнадцатая минута. Как раз баунтируном можно законтролить. Две. Ну, как минимум две Ашеры забирают. Да, вот Аванпост они забрали просто... Как бы для контроля карты. Не факт, что до двадцатой минуты они смогут его удержать. Тем не менее. Ну и пошел под пуш. Пожалуйста. Фортификейшн прожимается. Какое-то время вышка здесь потанкует. Но ДК, в общем-то, может даже против такой сильной тер-два вышки сейчас все равно танковать. Такой вот этот замечательный персонаж. Летит сюда феникс. Ну слушай, викини хоть что-то начинают делать по карте. Они вот пытаются выйти в размен или что? Нет. Все-таки есть перетяжка наверх. Летит сюда Виверна. Неужели будет попытка контратаки какой-то? Улетает уже мифошка. Скорее просто... Скорее просто задефали тавер. Но, опять же, тавер наполучал очень серьезно. Фортификейшн потратили. Сейчас можно сместиться вниз немножко, толкнуть линию. Снайпер при этом все еще продолжает выфармливать свой аганим. Такой здесь байт на снайпера идет. Но никто не ведется, никто не хочет. Все отсюда уже давным-давно ушли. И ликантроп смещается вниз. Линию толкать он не стал. Пошел сразу фармить леса. Не очень хочет. Вот это тоже, на самом деле, такая палка о двух концах. Вот он не толкает линию, казалось бы, да? Ну, вообще странно. Должен, по идее. Да, но вот он пока не толкает линию. Фармить на этой нижней линии вообще никаким образом не могут викинги. И вот он так вот... Зафармил лес, вернулся. Да, вот сейчас он форманул линию. Два героя стоят, ждут, когда там крипы появятся. Ну, вот Тимбер, пожалуйста. Подпушил. Опять ликантропухает. Да, Тимбер подпушил и немножко остановились в плане пуша Ашеры. Продолжает фармить Фантом Лансер. Мы видим, дефуза уже есть. И уже Яша не за горами уже. Совсем скоро появится. Так, уже хоть что-то для ПЛа. Ну, определенного недостаточно, чтобы хорошо жить в драках. Ну, может быть, вот сейчас вот вниз Шерл-забородка 1Т2. ПЛ имеет очень много, действительно. Думаю, что такими темпами он может обогнать. Но, опять же, вопрос, как он войдет в первую драку. В какой момент. Можно хорошо подраться. Пока ему пока рановато. Определенного нужно викингам только как-то от дефа. На каком-то дайве, возможно, ладить Ашеров. Как-то заманивают на себя. Ну, у них есть Виверна. Если Ашеры станут кучно, Виверна может дать хороший ультимейт. Туда залетит стан Лешрака. Все что угодно. Вот, кстати, ишит Волк Виверну. Ну, вот так вот происходит пуш примерно. То есть, вообще, бесконтактно, абсолютно. Виверна отсюда уходит. Падает тир-1 вышка. Волк заскаутил. Все, здесь никого нет. Знают об этом. Ну, прекрасно понимают Ашеры опасность Виверна. И вот так вот они аккуратно делают. Их можно понять. Вот у нас форум пошла от Фаника. Нападение на Тоби. Но это Тимберсоу. Салин, Синейт. Все, простовый. Залетает. Суперновых Фениксов. В итоге Тимбера не добили. И вот немножко обжигают сейчас Ашеры и отступают. За ним, наверное, гнаться тоже не стоит. Да, но тут викинги тоже очень много потратили. Поэтому даже не знаю. И Фаник идет дальше. Он знает, что нету Супернова. Правда, с Лешаком нужно поаккуратнее быть. Ну, вот он, видишь, как он под Снайпера все время все делает. Снайпер кидает Шапнель. И выйти в контратаку не получается. Поэтому сейчас после Фортификэйшна спокойно забирают Тир-2 вышку. Выбили часть ультимейтов из оппонента. Да, героев не забрали. Да, Лансер все еще фармит. Но за раз две вышки в этот раз забрали. Сверху, напомню, вышка очень битая. И в миде, в принципе, очень легко будет Тавр забрать. Опять же, под форму ДК. С Кирасой тем более. С третьими Некрами. Главное, не стоять кучно. Не повторять ошибки Fly to Moon вчерашней. Это правда, это правда. Но мы видим, пока что Шер с этой задачей справляется. Они аккуратно все делают. Молодцы. Правда, вот сейчас выходят викинги. Сами. Но, правда, кого здесь ловить непонятно. Мипошка далеко. Роджер тоже. Волшки все скаутят. Все видят. Очень тяжело против этих волков играть. И Никс отлично отыгрывает. С точки зрения разведки. Так, Тоби. Тоби, Тоби видит Тоби. Сейчас Тоби в опасности. Сейчас будет врыв от ДК, скорее всего. Врывается ДК. Пошел Маледик. Пошел Десвард. Утимейт снайпера. И Тоби очень больно. Слушай, если сейчас он улетит, то вообще все идеально будет. Сейчас для викингов. Да, Тоби улетает. Он еще и выживает на базе. Считай, сагрил на себя команду. Выграем времени. Может, в миге, правда, забирает неверно. Да, он-то выиграл. Но это мало что дало. И сейчас еще и на Лешака выход. Он здесь подрубает пульс Нову. Но как же ему больно. Его моментально съедают. Да, это Лешак. Он все-таки слишком тонкий. Ну и пока, наверное, форма есть. Пока есть самманы. Можно Рошана по-быстренькому забрать. Одна позиционная ошибочка какая-то. И моментально наказывают викингов свои оппоненты. Ашеры. Ашеры просто бегут. Забирают этого Лешака немобильного. Забирают вверного. Хотя, казалось бы, только что Тимбер отвлек на себя внимание. Единственный герой, который от этого хоть как-то выигрывает, это Лансер. Он абсолютно один. В то время как у соперника полноценных 3 кора. Может быть, только ДК немножко отстал. Но Лешак очень бедный. Тимбер очень бедный. На уровне Саппорт-Снайпер вот они идут. И у Снайпера уже очень скоро Аганим. Аганим это будет жестко. Да, одного ПЛа явно здесь недостаточно пока. Так, ну что, теперь Аегис есть в наличии. Видимо, был разбит смок от команды Викинг. Не успели они дойти до Рошпита. Ну и теперь нужно как-то в глубокую оборону уходить. Наверное, стоит отдать даже Т2 Тавара, потому что нет смысла бороться за них. Лекан подпушивает топ. Там очень битый Т2 Тавр. В миде готовы также переходить в наступление. Хотя нет формы ДК. Может быть, подождут ее. И Аганим как раз снайпер улетит. Дождаться. Нужно дождаться Аганима. Дождаться формы ДК долго. Так, Аганим есть на снайпере. Сильно. Наварде все видят сейчас. Как Курьер приносит Аганим снайперу. Знают, где находится оппонент. Поэтому Виверная выходит вперед. Все заскаутило. Видит телепорт Никса. И отходят. Но, кажется, не успевают. Да, пошел. Вот он, ультимейт снайпер. Пожалуйста. Какого рейнджа он застанил? Лишака, вы видели? И выхода нет. В Юл тебя поднимай, не в Юл. Ты поднимешь себя в Юл, все равно успеет за это время ДК добежать. То есть, даже вот спалив смокганг в середине карты, не смогли отступить викинги. Настолько велико вот это расстояние. Так, Виверна. Что-то здесь решило остаться Виверна. Ну, выигрывает. Выигрывает время Виверна. Мы видим, что у нас есть фаник. Снайпер тоже сюда уже летит. Виверна, кстати, сделает фейл. Испевает. Ну, на тоненького, на самом деле, сейчас было. Потому что снайпер очень быстро заряжает свое ружье с Аганимом. Ну, все же. Но все же это спейс для команды. Время, чтобы в ПЛ что-то тут нафармил. Ну, и хоть какая-то призрачная, но надежда для команды Викинг. Правда, мы видим, что это ненадолго спасает команду Викинг. Потому что Ашер уже на меде, уже фаник говорит в форме ДК своей и уже ломает Т2. Какой вообще лансер нужен для того, чтобы вот это все пробить? Для того, чтобы хватило урона? Ну, я бы сказал, хороший дизейбл нужен. Он, конечно, есть у команды Викинг. Это Виверна, да. Но этот дизейбл нужно хорошо кастовать. И мы видим, пока Ашера не дает такой возможности просто из-за того, что хорошо держит позиционку. В идеале бы, конечно, Тимбера богаче иметь, который хоть какую-то часть урона могут питать на себя в драке. Но мы видим, что у него достаточно мало артефактов. Какую-то часть урона он впитает даже с такими артами. Но вот очень хорошая сборка от фаника. Вот как раз-таки в этой игре сделать Shadow Blade blink. Blink для того, чтобы инициировать, когда ты уже там видишь соперника, когда занята какая-то позиционка. А Shadow Blade для того, чтобы бегать по карте и искать оппонента. Потому что это сейчас основное. Потому что Викинги полностью зажаты. И их нужно додушить окончательно, чтобы они вообще не выходили с базы. В инвизе Квапа. Видит Лешака. Ставится сцена. Закончится, да. Но сюда подтягивается уже вся команда HR. И есть нападение на Виверну. Это первоочередный фокус, конечно, чтобы Виверну забрать. Чтобы он не дал свой интерскер. Здесь уже фаник лежит на прихват. Его пока что в Юлу поднимают. Но нет. Есть замедление. Лешак скорее всего погибнет. Да. Ну и от... Сустренка его не спасет. От Ликана очень тяжело убежать. А параллельно с этим еще и Феникса нашли. Будет ли Супернова? Да. Пустовал, но это его не спасает. Его сейчас расстреляют здесь, скорее всего. Да нет. Слушай, не расстреляют первый раз. Но опять же, куда он денется второй раз? А, ТП. ТП с... За пределы карты. Да, но выжил. Но теперь нет Супернова. Знают об этом. Могут просто пойти в атаку. Понимая, что у соперника нет важного спыла. Там Ликан делает себе Сайланс. И впоследствии Блатор. Ну, не очень хочется заходить на хайграунд. Все еще. Несмотря на то, что такое колоссальное преимущество. Всего два фрага Викинги сделали за 24 минуты игры. Казалось бы. Но на хайграунд заходить не хочется. Потому что все еще есть вероятность получить Винтерс Кёрс, Раскаст Лешева и Умереть. Ну, всегда можно дождаться следующего Рошана. Аккуратно сыграть. Так что торопить, наверное, Ашер пока не стоит. Мы видим, что самое главное, ПЛ далеко не уходит с базы. Фармить он не может. Потому что большая часть карты контролится командой Ашер. То есть просто сел в лесу получать экспо. Он даже не фармит здесь. Он просто стоит и получает экспириенс. Тот, который может. Ну все. На этом его экспо закончилось. Потому что Эликан там заскипил линию. А, он вот так вот решил сделать. Ну надо валить отсюда сразу. Сразу моментально делать ТП. Так. Тут у нас, интересно, два пса. Ну один заканчивается. Ой, сейчас. Ой, сейчас как будет неприятно. Ну, один успел закончиться. В итоге нападение на Вич-Доктора. Вич-Доктора лучше отдать. На Агвапу как раз закончился Эггис. Вич-Доктор здесь очень мог сладко поживиться двумя вардами. Но в итоге он не успел сломать ни один, насколько я понимаю. Да. Он закончился. Один из вардов. И забрали его. 13 тысяч преимущества. Третий фраг. Лансер 13500. Тараска в процессе. В процессе. В процессе. Ну вот только вопрос, успеет ли он себе дофармить. Хотя, слушай, Ривер уже имеется. Так-то уже много денег осталось. Ну там нормально. Он подгрызает, вон, иллюзиями некрачей. Фармит линию неплохо. Как-то Ашеры столкнулись с проблемой додушки оппонента. Никак не могут они своих соперников поймать. Там забрать какие-то решающие фраги, после чего зайдут на хайграунд. Ой-ой-ой. Как же неаккуратно-то. Уже второй раз я вижу, как просто не контролят некрачей. Сейчас их забирает ПЛ. Все-таки деньги. Да нет, он как раз-таки их контролил. Но что сделать-то, когда он на Фантом Раша врывается, диффуз дает. Нет, слушай, в этот раз просто стоял АФК. Некрач им даже ничего не делал. Учитывая, что он и пропадал бы скоро сам по себе. Ну ладно. Ну на это и надеялся. Никс, он там ими разведывает вместе с волками. Здесь вот стоит такой вот вард, который все видит еще и с Сентрой в комбинации. Ага. Так, так, так. Еще некра. Но здесь уже их так просто не отдадут. Но тут уже фаник готов врываться. Иллюзии очень хотят. Байк на некрача. Блядь, битва некрача. Пока это самое интересное, что происходит на карте, как иллюзия бегает за некрами. Ой-ой-ой, Кин оф Лейн. Забирает здесь вард. Тоби опять на верхней линии. Тоби опять профармил там, пропушил. Получил себе немного экспы золота. Продолжает сидеть в лесах. Его оттуда никто не выгоняет. Он этому очень рад. Да, конечно, фармят больше, а у нас Ашера. Но викинги пытаются как-то выбраться. Вот правильно, в общем-то, все делают. Аккуратненько, аккуратненько, потихонечку. Может быть и получится, что там. Лейкан доделывает Блокинг Вар. Ну, я думаю, да. Вот до Блокинг Вара Рошана. До следующего... Ну да, все верно. Ну, опять же, по опыту вчерашних игр, дотерпеть всегда можно. С плейлом, с хорошим дизейблом. Мы видели, как это работает. Если реально, наверное, хороший ручший мейт, и все идеально с Кабинем от Викинга, там можно развалить. Вот сейчас выход в смоках. Очень важный. Находит Лейкана. Ну, хорошо так, может быть, да. Но он успевает тратить в форму. Но это же не спасает, судя по всему, да. Это отличный выход получился. Ну, при контроле. Они очень долго терпели. Они все-таки подловили оппонента, который был недостаточно агрессивен. Недостаточно круто задушил Викингов. Ликан минус. Ставится очередная пауза. Ликантропом. Что-то там, да. У Роджера продолжаются лаги. Легкие. Но это, конечно, сейчас не помешало. Да, и у Викингов тоже. Видимо, доты у нас подводят немного. Но 15-4, казалось бы, такой разнос. 28-ая минута. Там ТВРов нет. Но вот Викинги выходят. И если на 15-й минуте они проигрывали 5К, это смотрелось прям жестко, то сейчас вроде это 13К, но по динамике последние 5 минут ситуация вообще не ухудшается для Викингов. Они даже вот фраг сейчас на Лика не сделали. Нормально. Так, вот все. Готово, Ашар. Так, ну хорошо. 15-4. Два фрага сделали за, наверное, 15 минут игры последние. Но, тем не менее. Аванпост сейчас захватывают. Может быть, это шанс получить немного экспириенса. Фаник находит Виверну. Неаккуратно сыграла Виверну. Виверну заберут. Хотя тут Феникс с Санреем. Есть ползербрейс. Ой, слушай, а сейчас могут еще и Роджера забрать. Да, да, да. Роджер здесь никуда не должен уйти. До конца за это Виверна. Виверна в итоге выживает. Сюда еще подтянулся ПЛ. Правда, БКБ был прожат от Лишака. Замедление по Фанику. Но Фаника вряд ли удастся забрать. Да, нормально, нормально. В такой ситуации реально Виверна, казалось бы, далеко зашла. Но тиммейты подстраховали. И вот, пожалуйста, Орба в Дестракшн выпадает. Наверное, Лансеру. Мне кажется... Да, я думаю, что неплохой выбор. Сильная вещь. Для него. И вот уже под пуш у нас идет... В обратную сторону. Ну, слушай, это такие вот неплохие точечные вылазки получились от Викингов. Позволили им отыграть немножко денег. Ну и Лансер старасточкой уже... Слушай, такой... Так, вот сейчас очень опасно. Лансера... Лансера могут найти настоящего. Да, видят настоящего. Ой-ой-ой. Форма от Никса кастуется. Лансеру нужно бежать отсюда. Но он тут пытается до конца драться. Слушай, а он сейчас развалит еще. Маледикс заканчивается. У него остается половина ХП. Он просто идет дальше. Фаник ничего не может сделать. Виверна под Саненсом. Виверна погибает. Также под Саненсом находится Феникс. Феникс не выживает. Тимбер приходит вот только сейчас. Начинает драться с Ликаном. Лансер запутал! Точечно просто вырезает сейчас саппортов. Прыгает в него к Санне здесь. Но к Санне сейчас тоже останется без маны. Нужно убегать. Есть замедление. Еще одно копье. К Санне могут забрать. И вот он потом, Лансер с Тараской, возвращается в игру. Фаник остается здесь один. Он, конечно, очень плотный. Но есть сетка. Есть чем его подконтролить. Он стремительно теряет КП. Это еще один минус. Ну и вот, здравствуйте. Дотерпелись. Жесть, как же круто сыграл Лансер. Он просто зарезал одного, второго. И потом в какой-то момент его могли забрать. Но он сделал все, чтобы подумали, что он убегает. Отвел иллюзию. В эту иллюзию ультанул Роджер. То есть Роджер не убегал. Роджер остался на месте. Думая, что он сейчас этого Лансера как-то накажет. А в итоге наказали самого Снайпера. И моментальный переворот. Ну вот Лансер, который должен был быть, собственно, и вчера у нас. И Лансер, который побеждает. И вот теперь вдуматься, если Лансер, который отставал на 4000, вот так вот навалял, то что будет, когда вот сейчас Лансер с Аегисом, который уже опережает. Там нападение параллельно с этим пошло на Феникса. Суппортом нужна защита от Сайланса. На самом деле это не такая дорогая защита. Так, Никс пытается уйти. Так, Никс он поражал БКБ. Получает Интерскерс. Нужно держать отсюда Виверни. Но нет, все-таки Виверна погибает. Сейчас еще съедают... Нет, сыр спасает жизнь Лишаку. За счет этого он живет. Но, видимо, все-таки отправят его в Каверну. Здесь еще и врывается Паник. Винувпен неплохо разокасовочку дают. Есть байбэк от Лишака. Вернется обратно. Но в это время погибает Никс. С горем пополам они этого Лансера еще без Башера одолели. Потому что Лансеру Башер только летит. Очень тяжелая драка для Ашер. Хотя, казалось бы, так круто началась. В общем, саппортом нужно просто собрать себе защиту от Сайланса. Это не самая дорогая защита. То есть, это не нужно какие-то Ленин Сферы там собирать. Дорогостоящие. Достаточно либо Юл купить. Либо, кстати, Гост, который просто позволит тебе Сайланс этот пережить. Либо Лотус Орб. Либо находиться рядом, опять же, с Тимбером, который этот Лотус Орб на тебя повесит. Ну, вот мы видим, что у Виверны, в принципе, ничего нет. Она делает Гост. Феникс делает как раз-таки Лотус. И он его почти доделал. То есть, после появления Лотуса, артефакт Клопы и артефакт Ликантропа, они перестанут работать. Уже саппортов нельзя будет сгрызть. Феникс там кинет на себя Лотус, просто отлетит куда-то или поставит Супернову, выиграет еще немного времени. Но я думаю, что здесь уже игра под контролем Лансера. Очень тяжело с ним. Он вот как раз в этой игре справляется практически соло, но и его коры, они не так сильно отстали. То есть, 13-11 тысяч, это более-менее, учитывая, что у Клопы 16. Да, у Ликана 19, но Ликана мы сравниваем как бы с Лансером. ДК-10 тоже имеем. Да, так и есть. Заморозилось преимущество в районе 6 тысяч золотых, но мы понимаем, что это копейки уже, но тут паник отошли. Паник. Паник все. Вот, да. У него БКБ нет? Он куда-то пошел гулять? Я почему-то думал, что у него уже есть БКБ, если честно. Я посмотрел, что действительно у него нет. Он сейчас прожмет, может быть, как-то выживет, но нет. Там еще немного и Ликана тоже не поможет его БКБ, потому что у Лансера вот-вот будет готов Эбисол, и тут уже будет очень тяжело. И самое страшное, Лансер 25-й вот-вот получит. Это прям такое колоссальное усиление, то есть ни один герой пока еще не близок к 25-му. Квопа это, конечно, будет круто, но Квопа только 22-я. Лансер очень сильный. Квопа тоже на 25-м уровне получает. В отличие от Ликана, который, я бы сказал, что его усиление не настолько мощное, как усиление Лансера. Лансер, что бы он там ни взял, а скорее всего он возьмет кулдаун на Доппельгангер. Да, вот я думаю, это маска в данной ситуации. Вроде как урона хватает, да, вот дополнительная выживаемость не повредит. Ну, Эбисол готов. 1700 и 1100. 2800 и... Ну, нет, чуть-чуть еще надо дофармить. Вот, например, снизу. Да, Волков просто моментально уничтожает. Так, ну и что делать? Не Ашером, Ашером прям такое ощущение, что немножко взамешательство. Да, непонятно, что делать. Они вот боялись на хайграунд заходить, а надо было пытаться. Потому что пока было преимущество, это было сделать чуть проще. Сейчас этого преимущества нет. Остается надеяться на хорошую драку, там, на какие-то, вот как вчера Алики играли. Сейчас, например, могут видеть, да, как делает Лишак ТП за счет Волка. Попытаются его по-быстрому забрать. Лунбрейс не спасет, скорее всего. Да, Лишака забрали. Хорошая игра Волчком. Уходит отсюда Виверна. Вовремя отступает. Ну, Лишак, да, он еще и после байбека был. Возможно, это шанс. Но нужно, нужно пытаться зайти как-то немножко, хотя бы побить вышку. Вот идет сюда Никс, который прожал свой ультимейт, кстати говоря. Пошел Хауэр. Ну, уж хотелось бы. Хотя бы Т3 забрать, хоть что-то сделать. Обязательно нужно на Шером. Не идут. А если не сейчас, то когда? Ну да, непонятно, потому что, то есть, время играет не на них, потому что с каждой минутой ланс становится сильнее. Там, герои викингов другие подтягиваются к Мэтфорсам. Тимбер супер силен будет. Опять же, это вот такой герой, который, ну, не является кэрри как таковым, но если рассматривать его как героя поддержки, как дополнительного какого-то персонажа, то одетый, раскачанный тимбер здесь это очень большая сила. Чтобы он там, опять же, не взял на 25-м, чтобы он не собрал, а он делает себе шиву. Кстати, отличный выбор. Или Шак делает шиву. Я думаю, что две шивы в этом пике нормально будут. Почему нет? Почему бы, собственно, и нет? Ну и вот мы видим, все еще в замешательстве находятся Ашеры. Они просто бегают от линии к линии, пытаются как-то их запушить, но не могут вот эти вот ступеньки преодолеть заветные, чтобы зайти на вражеские ХГ. Пытаются, пытаются кого-то подловить из команды Викинг, Джиджи, но они просто не выходят, никто с базы. И вот единственное, кто выходит от ПЛ, и то аккуратненько, с личной свитой в виде огромного количества иллюзий. Да, камбэк, конечно, серьезный. Мне, к сожалению, я не помню, на что мне забинджен график Дота Плюс вот этой вероятности победы. Интересно было бы его глянуть. Тоби. Тоби под вардами. Тоби очень аккуратно думает, что это байт, и они отчасти правы. Нет, ДК все-таки пошел. Да, ДК пошел, но... Да, Тоби захиливают, Колденбрейс работает, есть каста у Квин оф Пейн, начинает тут бить Фаника, но Фаник прожимает БКП. Саленс на Виверне, есть Супернова, Суперновую никто не бьет. Есть Абисал Блейд, наверное, Квин оф Пейн. Квин оф Пейн, скорее всего, погибнет. Да, Квин оф Пейн не успел раскостовать Квинфимейд, погибает также и Фаник. Два героя уже отсутствуют у команды Ашерф, и попутно забирать Чуэрозера. Минус три, вразмен на Виверну отличнейшая драка для команды Викин, и отсюда мы видим, что Рекан на полном ходу убегает. Не нажав даже... Кстати, взял криты, Лансер. Мы вот были не правы. Да, решил, что здесь очень много различного дамеджа по площади, и иллюзии будут не так полезны, а криты... Ну, криты это тоже очень хорошо, это прям серьезное усиление. Я бы так сказал, последняя драка, конечно, полностью под контролем. Викингов. Тимбера подставили, у Тимбера есть Лотус, у Тимбера есть Феникс и Виверна за спиной. Как вы собираетесь его убить, непонятно. Суппорты использовали свои артефакты, чтобы пожить. Ну, Виверну еще забрали, но вот Феникс просто кастанул Супернову, и все, эту Супернову никто разбить не смог. Даже близко. Там ДК что-то со снайпером поплевали, но Феникс все-таки высокого уровня. Девятнадцатый, скоро двадцатый будет у него. И вот они, следствие. Я думаю, что тут уже вот эту драку камбэком не назвать, потому что тут уже игра в целом, скорее, под контролем викингов. Просто они не хотят переходить пока к наступательным действиям. Они хотят еще немножечко докачать своего лансера, может быть, где-то лишака. Они, в принципе, это сделали. О, еще какой артефакт выплатил для фантом лансера. Да, и тут не скажешь, что, знаешь, вот они сейчас затерпят, не допушат, и там какой-то будет камбэк от ашеров. Нет, такого не приходит, потому что ашеры свой пиксил уже упустили. Это конец. Ашеры должны были, конечно. Так, ну, нападение здесь на Виверну. Ну, есть гост, есть гост, есть гост, есть гост, есть гост, перс, и сюда подходит Феникс, и фантом лансер уже здесь. И описал Блэйд, нет, дружище, просто так ты не убежишь отсюда. Еще буквально нужен один удар, да, и погибает Лекан. Лансер быстрее бежит на фантом браше, чем Лекан в ультимейте. Да, у шада 11.03. То есть вот мы видели два фрага за 27 минут, и после этого еще 15 отгрузили за буквально следующие там 15 минут. Лансер, который всю игру фармил, просто спокойно вышел со своими артами. Ну и, безусловно, играя против лансера, вот когда такая минута наступает, 37-я, ты думаешь о том, что может выпасть ему Иллюзионист Кейп. И по-хорошему до 37-й минуты, чтобы не доводить, так сказать, до вот этой крайности, тебе нужно получить прямую... Да вообще таким пиком нужно было бы заканчивать, наверное, до этой минуты. Но здесь ему выпадает Иллюзионист Кейп, как бы везет сильнейшим. Иллюзионист Кейп здесь... Это реально последний гвоздь в крышку гроба. Слишком много урона от Иллюзии, еще топ Иллюзия. Они еще все и с критами. Иллюзионист Кейп выпадает, жесть. Иллюзионист Кейп дополнительно выпадает Викингом сейчас. Да, релик для Виверны или Лешрака очень сильно. Лешрак пока взял. Виверна просто хочет... У нее нет подсейва от Сайланса, но ей выпал фликер. Ну просто вот все. Ей выпал фликер, да. Все, что нужно. Против Хексов, Станов не сработает, но ты берешь... Где выпадает фликер, все. Сайлансы оппонента никуда. Да, аванпост захватили. 40-ая минута, сейчас работа по баунтирунам. Да, ну и ждем, я так понимаю, третьего Рошана. Там может у нас появиться как раз важный пауэрап для обеих команд. Но я думаю, что этого Рошана должны забрать себе Викинги. Конечно же. Да. Тут что бы... Я не знаю, что должно выпасть, что нужно собрать. Тут нужно уходить в какой-то суперглубокий лейт. Шестислотового ДК, шестислотового Лика на Квапу, двадцать пятую тоже с шестью слотами, чтобы противостоять вот этому Лансеру. Левелер это, конечно, здорово для Ликана ДК. Я бы Ликан на самом деле взял. Левелер сильная вещь. Очень много... Скорость атаки плюс урон по... Строениям, да. Ну тут до строений не дойти на самом деле. Если дойдут до строений, они упадут. Когда-то там, да, дойдешь хоть немножко поковырять и с этим топ-уроном ты реально можешь там успеть что-то сломать важное. Я думаю, что если они дойдут, они сломают вообще все за секунду с левелером. Но опять же, вот как дойти, что сделать? Если они не смогли зайти с пятнадцатью тысячами перефарма, когда там у Лансера не было этой накидки, когда у Лешака еще не было релика Юла, ну Юл был, БКБ Шивы не было. Когда у Тимбер не было такой кучи брони. У него Лотус плюс Шива. Это очень много стартовой брони. Плюс ему с пассивки все больше. И у него еще этот Тимберчейн взят. Талантный Тимберчейн. Он сверхмобильный. Просто контролирует Рошана сейчас. После появления Сатаника, Лансер станет практически неуязвимым. Опять же, на тридцатом уровне Лансер невероятно силен будет, если доживет. Если игра не закончится раньше. До тридцатого пока далеко еще. Там тонны экспы нужны. Посмотрите, до двадцать пятого нужно две шестьсот. А до двадцать седьмого четыре пятьсот. Ну что, а гоним в Рошане? Что с ним? Кому отдадим, точнее? Кто будет вернуть? Так, ну, надо подумать. Верни не очень нужно. Можно попробовать Тимберу. Но так себе. Лишак, дополнительная молния. Я бы не сказал, что это прям супер какая-то сильная вещь. Думаю, что Феникс это лучшее, да, что есть. Потому что даже Лансеру здесь это не сверхнужен этот Фантом Раш. А вот Фениксу суперновый, дополнительный удар. Его просто будет не разбить. Невозможно будет выиграть драку, пока висит супернова. Нужно будет как-то отступать. Это очень сильный арт. Так что ждем Рошана. Ну, вернее, когда на него зайдут команды. Когда на него пойду, да. Рошан тоже стоит и прекрасно об этом знают викинги. Вот он смог от них. И они уже идут в атаку. Только нужно, наверное, как-то хитро зайти. Желательно с фланга или с тыла. Там пошел пока что Фанник в инвизи вперед на разведку. Стоит здесь в центре. Нужно быть аккуратнее Фаннику. Он сейчас может на него наступить. И вот увидеть, должны его, по идее, краешком были. Да, ну и Фантом Лансер побежал уже. Висел Блэйд на падении на Фанника. Пытается Фанника зафоксить. Я слышу фильмы от Ликонтропа. Ликонтроп, наверное, будет работать как-то по саппортом. Да, пытается сломать тут суперновую. Но нет, там Метерскерс не дает что-то делать. Фантом Лансер все еще там иллюзиями пригоняет Фанника. Очень далеко убежал здесь Никс. Его просто растерзали. Он отбился просто от своей команды. Но он не ожидал, что на него вот так два ультимейта будут. То есть висит супернова. Он пытается от нее убежать. Ему дают Винтерскерс. Проходит стан. И все. И он уже никуда не уходит. Даже если бы он нажал бы КБ, он бы там наполучал тонну дэмэджа. В итоге минус Ликонтроп. Минус его форма. Минус форма ДК. Можно заходить на Рошан. Кстати, Лишак на 25-м тоже очень крутой талант получит себе. Ну и Аганим для Феникса. Это плюс удары, плюс сверхсильные супернова. Не знаю. Тут уже очень тяжело будет. Если вот супер ошибки какой-то не сделают викинги, а им даже так вот ошибиться тяжело против такого драфта. Это будет легчайшая игра. Настолько сильные герои здесь с уровнем. Настолько они получают все больше и больше и больше и больше с каждым уровнем. Если взять всех героев на 30-м уровне здесь с крутыми шмотками, то пик викингов настолько сильнее. Он выглядит как... Десятка была, между прочим. Да, 10-0, 10-0. Поздравляю всех, кто успел, да, наверное. Не лишним будет. Потому что не часто мы видим такой огромный коэффициент. Но здесь было на грани, так скажем, до конца было неясно, кто все-таки победит. Потому что шансы были изначально у викингов хорошие с этим фейлом. Мы видим, что они этим шансом на воспользоваться. Все-таки Тимберу отдали, второй чакрам. Но это тоже хороший герой для того, чтобы отдать ему Аганим. Фениксу решили попозже. Лишак берет Диаболик. Вот знаешь, вроде бы действительно, можно сказать, что была упорная борьба. А с другой стороны, ну отдали викинги все Тер-2. Но Тер-3 вышки-то у них даже вот ни разу и не... Вон, на миде вышка фуловая абсолютно. Ноль хп потеряно. И только сейчас на нижней линии вышка потеряла там 320 хитпоинтов. 420 хитпоинтов. Это так мало. Учитывая, что даже если бы они сломали эту вышку, там, попробуй дойти до бараков. Нет, вышка, конечно же, не устраивала Шер. Им нужно, как минимум, было хотя бы одну сторону забирать, пока была такая возможность. Да, да, они... Даже этого не сделали. Не сделали. И Сильвер Эдж, покупая себе Лансер. Ну, здесь Сильвер Эдж, это, да, это крутая тема. Тут не поспоришь, потому что здесь есть ДК, у которого есть пассивка. И он моментально будет складываться с этого Сильвера. Так, ну что, смок-атака планируется от команды Ашер вниз на Тоби. Но Тоби уже улетел. Параллельно сверху уже заходят сами викинги на хайграунд. Белл ломает Т3, нужно возвращаться на базу. Ну все, Ашеры окончательно, мне кажется, потерялись. По карте просто не понимают, что нужно делать. Ну, ТП-шки есть у них, только вот у Вич-доктора 18 секунд. Ну, они пытаются выйти, да, и пытались выйти от... Хоть кого-то отгрызть до того, как к ним придут. Ну, Лансера бьют, что-то там с ним делают. Ну, неинтересно. Ну, у него Тараска, он бежит от региона. У него Тараска плюс Сатанин, господи. Как убить этого Лансера просто? Как его убить? Непонятно. Почти 4700 хп. Еще две катапульты работают. Сейчас с вышку доломают. Ой, ЛК. Ну, забирают Т3, нормально. ПЛ бежит вперед, ничего не боится. Там снайпер, конечно, пока-то заряжает свои ультимейты. Но это слабо сказывается на здоровье игроков команды Викинг. И МИД тоже две катапульты приехали. Можно там сейчас помочь им немножко. Ну, они реально хорошо урон нанесут. Да, наламываются иллюзиями. Вич-доктор касками работает. Улетел Тоби, чтобы отпушить нижнюю линию. В принципе, сломали Тер-3. Немножко побили бараки. Немножко покоцали центральную вышку. Тысячу хп сняли. Отступить, отпушить линии. Не торопимся. Актарин будет делать тимбер. Кстати, реально сильная тема. Он сейчас 6.4 у него кулдаун на чакрам. Он еще сделает актарин. На тимберчейн 3.2 будет вообще там 2.7, наверное. И Вирлинг Дес тоже с супер маленьким кулдауном. Это будет очень круто. Он даже, кстати, передумал. И еще раз передумал. Не может понять, что он хочет больше. Актарин или кекс. Ну, я думаю, что здесь актарин. Контроля достаточно. Ну, учитывая, что и призма имеется. И самого тимбера, да. Падение на Лешего. Но у него сыр. Ну, да. Он должен, по идее, выживать. У него БКБ сыр. Плюс еще и Виверна сейвит. Нет. Все подсейв. Найс подсейв. Не дали прожать ему сыр. Ликан прыгает на Феникса. Ну, тут ответный врыв также от Фантом Лансера. За Никсом. Никс бежит. У него БКБ-шка. Есть. Он ее прожимает. Пытается хотя бы в Кеникса съесть. Но Супернова. Супернова. И все. Тут избивает Винтера и Виверну. Винтера и Виверну забрали. Ну, и нужно бежать теперь как-то отсюда. Выспевает эти Квиннов Пейн. Фанник прожимает БКБ. Но башки прокуют. Фанник какое-то время еще живет. БКБ-шка скоро закончится. Скорее всего, с этим не закончится. Моментально спилил его Тимбер. 27-й уже и Тимбер. Уже к 28-му двигается Лансер потихоньку. Проиграли Драку сейчас Викинги. Да, они на 2,5 тысячи хуже подрались. Но как-то так вышло, что они Драку вроде бы и проиграли. А игру, кажется, выиграли в этот момент. Очень странно. Ну, наверное, потому что Лансер... Тот самый случай, когда ты проиграл сражение, но выиграл войну. Так и есть, падает в бараке. Да, Лансер просто пользуется тем, что ресурсы потрачены на убийство его тиммейтов. И абсолютно спокойно забирает барак. Доппельгангер. Иллюзии дополнительные с Кейпа. Как же много урона он делает. Насколько ему вообще плевать на все, что у него залетает. То есть, что-то пытается ему сделать, пытается. Снайпер заходит в спину. Там Лишак все. Да, прыгает ДК. Да, на Винтер Виверна. Опять хотят по-быстрому забрать саппортов. Бегает Никс. Опять улетает Пеникс. Есть Винтерскерс. Никса поймали. БКБшка прожимает здесь у нас Лишак. И сейчас могут Ликантроп-то и забрать. В это время избивают еще здесь и Снайпера. Снайпера забрали, отправили в Саверну. Но байбек делает. У нас и Кошка вернется обратно сейчас. Пошел ДСВАР, который некому сбить. Лотус им. Лотусом отражает ультимейт Снайпера. Но все равно погибает Лишак без байбека. Виверна тоже. Ликантроп заканчивает с его ультимейт. Но вопрос только один в этой игре. Никак убивает Лишака, а не Виверну. А что делать с Лансером? Барашка, естественно. Убитый. Что делать с Лансером? Потому что, да, замечательно. Забрали одного, забрали второго. Но вот пока Лансер жив, все это не особо интересно. Лансер просто вас убивает. Какое-то время выиграли, конечно, себе Ашер. Мы видим, что отступают немножко Викинги. Спокойно продолжает фармить Лансер. Не знаю, Муншард уже готов съедать, я так понимаю. Да, Муншард можно съесть. Хорошо это будет и на иллюзиях работать. Скорость атаки не такая большая. Ну и вот, пожалуйста, за эту атаку все-таки Тер-3 минус. И рейнджовый барак удалось забрать. А это не просто так. Два ванпоста под контролем команды Викингг. Не успеют перехватить никак. Это значит, что Икспы не получат. Тем временем зацепили Феникса. То есть заберут его. Да, его забирают. Хотя, Айсунс Ринг... Не, ну он не стал ставить супернового. Да, он не стал тратить ультимейт. Плюс я посмотрел по миникарте, я думал, что может быть кто-то рядом есть. На мой взгляд, абсолютно зря он не стал тратить ультимейт. Потому что он в таверне 110 секунд. Кулдаун ультимейта 110 секунд. И он ничего бы не потерял. Его бы просто дольше забирали. Ну он там кинул лотус на себя. В надежде на то, что он там что-то снимет, что-то сделает. Но сразу после лотуса залетел Сайланс. И все. Квапа, кстати, тоже с Акторином и с Призмой. Очень быстрый, очень маленький кулдаун на скриму. Учитывая, что скрим дает 1.2 секунды страха. Ну, по лансеру, наверное, 0.9-0.8 где-то вот так вот. Учитывая его сатаник. Ну какая разница, это в любом случае дизейбл. Это хороший дизейбл. Это по лансеру, по остальным, гораздо круче. ДК выходит в Аганим. И у ДК какие-то шмотки. Черный дракон за тот самый. Появляются. Скоро увидим. Ну, в общем-то, вроде бы как. Шансы какие-то есть. Опять же, если лансер совсем один останется. Блин, у него так много. У него тараска и у него сатаник. Он даже еще муншарция не взял. У него этот кейп. И у него очень скоро 30-й уровень. Он уже начал получать экспу. Вот это вот. 7500, конечно, нужно с 29-го по 30-й. Это реально много. Но, как мы видим, никто еще даже не 29-й. Он реально может получить, успеть первый. И это даст ему очень серьезные возможности. Потому что это больше иллюзий. Это кулдаун на Доппельгангер. Суперсильный талант, который хотелось бы взять. И это еще пятнашка скорости атаки. Что с таким билдом, хороший показатель. Потому что, да, у него много ловкости. Но у него арты, которые вообще скорости атаки, ну, очень мало дают. Очень мало. Там манта, дефюжил блейд, сильвер. Нет ни бабочки. Нет никакого-то вот как раз муншарда. Даже когда он скупит муншард, съест его до капа скорости атаки, он все равно не дойдет. Ну, короче, лансерси станет реально еще сильнее. Это еще не пиковая сила. Интересная катка получается. До сих пор здесь непонятно. Вроде как викинги камбэкнули. Да, вроде должны заканчивать по-хорошему. Но мы видим, что все-таки как-то ашеры продолжают отбиваться. И, ну, шансы хоть и маленькие, все же, ну, какие-то, наверное, есть. Если там как-то удастся забывать. Ну, опять же, ладно. Я вот просто представляю драку. Да, вы забираете за драку саппортов. С каким-то чудом успеваете одолеть того же Тимбера, жирнющего. Ну, а с лантером что делать? Его же реально нужно бить всей командой сейчас. Так, ладно. Мипошка возвращается обратно. Мы видим, что пауза была совсем-совсем недолго. И игра продолжится. Там уже скоро основной таймер закончится. И мы уже дойдем до четвертого Рошана в этой карте. Вообще, такая уже продолжительная катка. Я так понимаю, мы можем сейчас и до следующих артефактов дойти до Т5. У кого сила, тот и победит. Это следующая стадия игры. И вот здесь, на самом деле, я бы так скажу. Команде, которая выигрывает, никогда не хочется... Ну, ведет. Никогда не хочется доводить до Т5 артов. Потому что, ну, выпадет сейчас, допустим, викингом Экс-машина. Который, ну, я считаю, один из худших артов. Потому что если у тебя есть какие-то суперкрутые шмотки, Экс-машина неплоха. Но относительно других артефактов, она может быть так себе. Ну, по ситуации, в общем. Выпадет одной команде Апекса, другой нет. Выпадет какому-нибудь снайперу баллиста. Или ДК баллиста для начала. Снайпер пока еще не в той кондиции. Будет он там разряжаться с ней. Что там еще интересно? Трезубец, во. Тридент. Шляпа пирата, я думаю, в ПЛ бы не отказался. Шляпа пирата. Мне кажется, трезубец, вот, топ-1 артефакт. Либо 3D, да. В этой игре. Ну, короче говоря, может реально выпасть то, что не очень нужно. Одной команде и то, что очень нужно другой команде. Так вот сейчас не скажешь. Ну, там совсем, конечно, бесполезных нет артефактов. Даже даже... Фолон Скай крутая тема, например, тоже. Почему нет? Фолон Скай, да, неплохо. Интересный артефакт, безусловно. Ну, в общем, тяжело сказать вот заранее, насколько хорошо зайдут кому и какие арты. Но, тем не менее, затягивать не хочется. Потому что сопернику может выпасть то, что ему прям супер нужно. Как было с Иллюзионист Кейпом. Поэтому сейчас, за ближайшие 10 минут, нужно забрать Рошана и закончить Викингом. Потому что зажать здесь на базе так, чтобы... Ну, это next level gaming. Когда ты зажимаешь оппонента на базе, выфармливаешь себе терпять арты. А он не выфармливает. Вот, пожалуйста, кстати. Аганим Вич Доктора. Тут у нас врыв на Queen of Pain. Queen of Pain нужно спасать. Все БКБ успевают. Но Phantom Lancer от меня так просто не убежит. Правда, в это время ответное нападение есть от Эликантропа. Его остановили ультиметом Винтер Виверны. Есть Супернова. Супернова никто не бьет. Все силы бросают на Никса сейчас. И Никс, скорее всего, погибнет. Опять бай-бай. Супернова в молоко по итогам. Но, скажем так, заставил Эликану бежать в другую сторону. Вич Доктор потратил свой ультимейт аганимный. И он вообще потратил его в никуда. Лансер не получил даже урона. Хотя аганимный ультимейт Вич Доктора это реально шанс. Ну и сейчас просто отдают Рошанам. И после этого могут отдать игру. Короче, да, идеально. Сейчас вот Викингам, если они не закончат, то хотя бы сделать там... Если не мега-грипов, то как можно сильнее запушить линии, чтобы на 60-й минуте быстро запармить весь лес ближайший, выбить себе желательно все Тер-5 шмотки, а детях прийти и закончить, пока соперник не выбил. Это очень большое преимущество. Когда вот так вот ты проигрываешь драку под 60-ю минуту, и соперник приходит еще с этими Тер-5 артами. Но с другой стороны, опять же, да, если... А если оппонент выберет? Вон Шарт съедает Лансер. Да, ну пора, да. Ну что ж, четвертый Рошан. Так, аганим для Феникса. Феникс, наверное, заберет, да. Угу, Шарт. Рефешер берет Винтер Вивер на себе, судя по всему, пока. Может быть, потом еще отдаст тиммейтам, но... Шарт, Шарт. Шарт тоже неплохо. Нет, Фениксу отдали. У него два аганимных ультимейта, это будет очень сильно. И желательно ему еще взять, конечно, 25-й. Ну, тут он уже не успеет. Надо сейчас прям идти, пытаться закончить. Идут вниз. Да, и у него теперь вопрос, как обороняться Шаром. Конечно, Ликандроп сейчас появится, но... Тимберсо уже достаточно плотный. Про Фантом Лансера вообще молчим. Надо прожить 6 минут. Супернова имеется, точнее, две даже Суперновы аганимные имеются. Да, две Суперновы, это жесть. Ну, окей, давайте посмотрим, занял позицию ми-пошка. Первый 30-й взял Тимбер. Вот, пожалуйста. Консервную банку теперь не расковырять вообще никак. Он еще Бладстоун делает. Он прям такой будет герой, которого реально не убить вообще, ну, пока он там один не остается. Кстати, очень интересно, что Лансер, что Тимбер, по сути, под такими героями получаются. Ага, передумал, хочет Хекс. Ну, можно и Хекс. Так, Пейл. Там на Фаник побежал, но Фаник успевает. Или нет? Нет, не успевает. Врывает с Кино Фейн. Есть неплохой подстан. Десвард стоит тоже не самый плохой сейчас. И вот это, кстати, может быть шанс. Это может быть шанс сейчас для игроков команды Ашер. Да, забивают Аегис. Залетает с Кино Фейн. Стоит Супернова. Нужно срочно разбить Супернову. Супернову, скорее всего, разобьют. Но, правда, за это отдадут жизни свои Ашер. Да, Лансер-то в Супернове был. И все. А, слушай, я как-то не обратил на это внимания. Я не успел заметить, что Лансер-то забрали в Супернову, оказывается. Я-то думал, что сейчас Лансер развалит всех. Нет, там такая ситуация была, что Лансер либо погибал, потому что, опять, не самый удачный Колден Брейс, на мой взгляд. Не нужно было давать ему Колден Брейс, потому что у него был Сатаник. Он мог нажать Сатаник, отхилиться, там, куда-то уйти в Дуппельгангер, запутать оппонента. Она дала ему Колден Брейс, она подсветила настоящего. Туда взлетела куча урона. Феникса не было другого варианта, кроме как давать Супернову и спрятать туда Лансера. Но, как мы видим, он еще не 25-й. Да и будь он 25-й, тут такая скорость атаки у Квапы, у нее, Блатторн, тут и все 5 героев били абсолютно. Шансов не было выжить у Суперновы. Ну и нужно выкупаться сейчас. Слушай, 60-я минута вполне реально может наступить, и причем абсолютно равная игра у нас будет. Агонимный ультимейт Вич Доктора зарешал больше всего в этой драке. То есть вот вся цепочка событий произошла, потому что Вич Доктор дал свой ультимейт и надавал всем там. Убил моментально все иллюзии и уничтожил всех героев. Нужно было как-то отступать. Так, ну слушай, падает мид, падают бараки, и пока грустно на это смотрят викинги, забрали барак, отступают спокойно Шер. Ну и интрига у нас накаляется до предела сейчас. Да, причем... Последняя драка была показательной. Викинги не байбекались, поэтому равная игра продолжится. Всего-навсего один барак. Мы понимаем, что в таком лейте с Агонимом Вич Доктора стоит уже считаться. С скоростью атаки Квапы, скоростью атаки того же Снайпера, там, ДК, уже вполне возможно разбивать даже Агонимную Супернову 25 уровня, как сейчас мы увидели. И 60-я минута. Ждем, ждем терпеть артов. Да, осталось совсем-совсем недолго. Крайне редкий случай. У нас прям сейчас наклевываются на этой карте все еще. Не 30-го фейла. Кекс появился наконец-то для Тимберсов. Да, Тимбер же не знает, что ему там собрать. У него сверх много всего. Разбивают Смок. Так, я слышу форму, что неужели будет им нападение на Тоби? Да, на Тоби нападают. Есть под ста, ну как же долго его здесь должны по идее есть, грызть. Слушай, там попутно еще могут сейчас и Буму подцепить, да? Куда же ты, Лешрак? Успевает аршать БКБ, но там башек имеется, поэтому, скорее всего, Лешрак тоже погибнет. Ксирк. Очень долго живет, но опять же слишком много всего. Да, погибает и без байбека. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А как же так? Как же так вышло? Как же так произошло? Лешрак от таймер у Тимбера, как мы видим, тоже таймер. Знают, значит, о том, что байбеков нет. Лансер с Дуппельгангером приходит. Ой, с Арканруной приходит. Очень сильный лансер. Пошел ультимейт. Феникс подрубает свою Супернову. Мипошку должны забрать. Мипошку забирают. Никс не успевает отступить от Суперновы. ДК здесь, кстати, со второй Суперновой ее не смогут разбить. Отличная игра от Феникса. Великолепно. Просто красавец. Отбиваются викинги, есть просветка, но поздно, потому что Фаник уже далеко. Он успевает отсюда убежать. Ну вот, за счет рефрешера двух ультимейтов Феникса смогли задефать линию, потому что было очень опасно. Вот вы теряете двух героев на достаточно длительный срок без байбека, а там Ликантроп, как бы, и они могут просто в трон пойти по-хорошему. Да, в итоге Феникс задефил вместе с Ланцером. У Ланцера почти тридцатый. Тридцатый уже взял Аквапа. Это дополнительная линкен-сфера для нее. Помимо всего остального, там много полезных, приятных способностей, талантов, вернее. Ну что, ждем, ждем 60-ую минуту, ждем Д5 артефактов, да. Сейчас это самое важное, что будет происходить на карте. Скажем так, Апекс гораздо лучше для Шеров, после того, как сделали вот этот фикс Апекса, потому что ДК с Апексом гораздо страшнее, чем Ланцер. Потому что, ну да, ловкость это круто, это урон, это броня, но сила... Роджер, Роджер, опасненько, нужно отменять ТП, а то он прям в лапы врагу бы сейчас прилетел. Так, ну, Крин оф Пейн так просто тоже не подцепишь теперь. Мы не стали врываться на нее. Или все-таки хотят. Ну не, 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 Крин оф Пейн уходит. Вот она, 60-ая минута, ну все, лес. Операция лес объявляется. Викинги... Только викинги не хотят давать пармить возможности леса, они просто пытаются кого-то подловить. Сами начинают первыми убивать Крепов, ну и пока ничего не выпало. Сколько камбэков произошло в этой игре уже, я запутался. Ну, по-моему, третий по счету. Нет, получается, сначала... Нет, второй получается камбэк. У нас первый камбэк был от команды Викинг. Так, Book of Dead, великолепно. Великолепный артефакт в такой игре. На самом деле, Ликан бы, наверное, себя очень сильно хотел. Экс-машина, на мой взгляд, далеко не самый лучший. Посмотрим, кому отдадут. Force Boots артефакт достаточно спорный. Дезолятор выбивает Феникс. И это все. Это все артефакты. Я бы сказал, что это далеко не лучшие арты. Потому что Лансеру не хочется от накидки отказываться. Дезолятор брать особо некому. Ну, Экс-машину себе возьмет Тимберсоу. Я думаю... Так, 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 смотрим. Да, Экс-машина летит к Тимберу. Потому что у него 2 Хекса, 2 Лотуса, 2 БКБ, 2 Шивы. Это хороший выбор. Здесь сразу Апекс. И это лучший артефакт. Книга Мертвых. Ее забирает себе Ликан, конечно же. Да, очень сильный. Апекс на ДК. У него был Минотавр Хорн 20 силы. А здесь 75 силы. Он получает. У него становится 5300 ХП. Невероятно силен. Книга Мертвых на Ликантропе. Дополнительно, опять же, сила. И еще и Некрачи. Помимо его Некрачей. Представляете, какая армия? Просто у него тут личная охрана. Главное, с Винтер Виверной аккуратнее быть. Потому что если она даст курсу, когда все это рядом... Я не знаю, что выпадет последними артефактами Радианта. Но, по-моему, по первым двум у них уже лучше. Потому что Дезолятор просто некому взять. Это такая вот трагедия. Реально, Дезолятор 75 урона. Снижение брони на 10. Его просто некому взять из-за того, что Лансер таскает с собой накидку, которая дает ему больше. Хотя тут надо еще посчитать, но мне кажется, больше все-таки. Книга Мертвых. Ну, хорошо, ладно. Экс-машина неплохо зашла. Форс Бутс. В целом... Не самый плохой артефакт, но да. Могло бы что-то пополезнее. Не лучший, да. Не лучший. В то время как здесь Апекс, Книга Мертвых. И еще два может выпасть. Опять же, это может быть Трезубец. Пиратская шляпа против Феникса. Да. Это просто снайпер берет пиратскую шляпу и Феникс вешается. Баллиста, которую может взять себе... Ну, в такой игре, наверное, уже только снайпер. И ему нужно будет артов себе понакупить. Но у него уже и так неплохие, на самом деле, артефакты и уровень. О, интересно-интересно. Да, паузки шампромное количество. Ну, первая карта сегодняшнего дня. Разогревочная. Что же будет дальше? Вчера у нас уже серия закончилась в 17.30. Да, уже ко второй готовились в это время. А здесь у нас еще и первая карта не закончилась до сих пор. Давненько таких долгих затяжных игр не видел. Так, ну что ж, пауза у нас недолгая вроде как, да. Го-го. Давайте смотреть последние артефакты, какие должны появиться сейчас, по идее, для команды Ашар. Еще два. Еще два надо выбить где-то. Броже, смотрю на эту армию просто по линии, которая идет. Не, это жесть. Это жесть. Правда, я ее быстро забираю здесь, конечно, игроки-пусматривайте. Не очень хочется получать урон от всех красных некров. Там ответные некраты-то. Жесть. Просто битва некрачей с одной и с другой стороны. Да, это реально. У нас битва некрачей будет в этой игре. Постоянная причем. Арканруна. Лансеру не дали ее. Он побежал за некром. Он уже 30-й. Наконец-то лансер 30-й. Вот это, кстати, для него очень мощное усиление. Он давно хотел себе получить. Но все еще два артефакта не выбили. И вот в связи с тем, что 2 на 4 идет игра, у Дайер преимущество, конечно, пока пар там. Х-машина. Не, кстати, х-машина реально круто зашла в этой игре. Она дает 20-ку брони. И она еще и перезаряжает там ВКБшку Хекс Шиву. Это очень хорошо. Для Тимбера то, что нужно. У него просто 60 там с лишним армора. Это до того, как он эти стаки набирает. Не дают. Не дают зафармить лес. Да, пытаются всячески мешать сейчас викинги. И они справляются с этой задачей. Пытаются со всех сторон сейчас выйти от Шерова. Может быть, сейчас повезет? Нет, не везет. Еще одна точка крипов появляется. Сейчас, наверное, но... Вудленд Страйдерс. Ну, не то, что бы хотелось, наверное, Шерам сейчас. Довольно много скорости передвижения, восстановления здоровья. Я думаю, что ВД возьмет себе Вудленд Страйдерс, либо Снайпер. Да, вот Снайпер берет. На самом деле, хороший артефакт. Реально, Снайпер может спасать. И Сир Стоун. Сир Стоун для Вич-Доктора. Это очень хороший артефакт. Так, сомнение, Фаника. Фаника поймали под Хекс. Сейчас могут по-быстрому забрать. Да, Фаник не успевает ничего здесь делать. Какая боль. Как его разбилил Тимбер. Давайте посмотрим смотку смерти. Ну, там, на самом деле, очень много всего залетело. По итогам. А, и он Сильвера истощение было. Да, байбэк заставили сделать. Правда, с другой стороны, там Ликантроп уже вовсю развлекается на базе викингов, как бы. Огромная армия просто убегает. Не хочет фидить лишний раз. И ловит самого Ликантропа. Ой, всю его армию. Сейчас его вся его армия убьет. Жеееееееееееееееееесть. Предатели просто сбивает Ликантропа. Да, Ликантроп погиб. Байбэка нет у Никса. Это огромный плюс для викингов сейчас. Хорошая подпорья для того, чтобы пойти, возможно, забрать еще одного Рошана. Это уже пятый по счету. Серстоун очень крутая штука. Виверном бы вот с радостью взяла себе дальность. 350 дальность способностей. Радиус обзора. Ну, там, восстановление маны это мелочь. Ну, это... Есть как бы вот... Кеноптик, это мини-линза, есть линза, а это такая сверх-линза, только еще и с радиусом обзора, который очень сильно может зарешать. Ну, здесь очередной Рошан. Так, аганим для... Так, у Феникса есть, у Тимбера есть. Лансер, я думаю, не откажется от аганима, либо Лешрак. На самом деле, очень сильный, может быть, и на 30-м уровне Лешрак с аганимом. Давайте посмотрим. Так, так, так. Кто загорается синеньким у нас? Лансер. Лансер. Ну, да, для Лансера это нормальная тема, теперь он будет бесконечно бегать на вот этом Фантом Раша. Это усиление. Как раз под лейтгейм, вроде бы оно такое себе, но вот под супер лейт оно хорошее, учитывая, что слот не занимает. Снайпер, чтобы... Аганим продолжает пытаться сплит-пушить, здесь у нас Тоби влетает в двух игроков, команда Аганима, но вытанковывает и не хватает немножко совсем урона, чтобы его пробить. Он успевает прожать БКБ и, скорее всего, сейчас за это Вич Доктора наказан. Да, ну, Аегис разменяли, хотя... Аегис выбили все-таки. В принципе, на такой стадии разменять Аегис это нормально, потому что он только слот занимает. Реально, он занимает слот. И его нужно разменять как-то вот таким вот образом. 20 тысяч преимущество, но учитывайте, что это преимущество из-за Аганима во многом, которые выбили из Рошана, он там неадекватный. Аганимов, наверное, там у нас тоже два Аганима. Да, два Аганима, и в целом, как бы 130 на 140 тысяч, кстати, интересно, 130 на 140 здесь нам показывается общая ценность, и 20 тысяч при этом нам показывает Дота. Не состыковывая, что ли. Это как так получается? Непонятно. Ну ладно. Дота, видимо... Элитная бухгалтерия Доты, которая, понятно, только есть. Ограждает Роджер, мы видим, Тауэр. Но Тимбер сюда въехал. Для Тимбера это вообще... Это, кстати, возможно, фейл, потому что если он так вот насадит деревьев рядом с Тимбером, и там будет куча героев, то Тимбер просто их распилит за одну пилу, потому что у него с каждого дерева дополнительный урон идет. Поэтому нужно быть аккуратней. Так, Лекантроп ультует, просто для того, чтобы убежать. Просто убежать, да, чтобы убежать. Начинается осада от команды Викинг, и в обороне находятся Шеры. Ждем появления Мипошки. Мипошка, конечно, байбэк имеет, но он не хочет тратить его. И очередная пауза. И все-таки Бладстоун. Тимбер, наверное, пожалел, что он не собирал Бладстоун себе до этого, потому что уже вот там какое-то количество зарядов мог подкопить. Очень много. Давайте на Нетворсе переключимся, наверное, посмотрим, сколько у нас вообще. 55 тысяч лансер, 47 тысяч клопа. По уровням. Ну, пока еще только три героя. Вот, на самом деле, бывает 60-ая минута, и почти все герои 30-ые. В этой игре все-таки очень долго суппорты не имели доступа к XP, и зачастую их забирают первыми, поэтому Виверна и Вичдоктор только 25-ый. Ну, для ВД это круто. Урон Десварда. Для Виверна это тоже неплохо. У нее... Она взяла, кстати, курсу. Но, на самом деле, если она получит 30-ый, ей реально хочется 30-ый. Потому что у нее, смотрите, какие таланты. 50 урона, не лишние. Обзор ночью. Круто. Замедление Арктик Берн. Ну, нормально. Но самое главное, у нее осколки Сплинтер Бласт оглушают на полторы секунды. Это очень сильный талант, сравнимый с талантом Клопы на 25-ом. Не знаю, почему он взял курсу. Возможно, он просто хотел, ну, точечно контролить кого-то дольшее время. Ну, в общем-то, тоже можно понять это. Так, ну что ж, пауза. Отжимается, игра продолжается. Все еще в обороне находится. Ашара, как я говорил ранее. Аганимно подходит для Клин Оф Пейн. Все здесь ясно. Сразу же будет Грейжин. Да, я так понимаю. То, что места просто нет уже в инвентаре. Места нет, да. Только Грейжин имеет смысл собирать. Ну, у него... У него избыток очень маленький. Его надо дофармить. Очень дорогие байбеки уже сейчас. Поэтому, реально, ты с шестью тысячами еще должен немножко подфармить, чтобы себе что-то там купить. Какой-то рецептик за две. Очень дорогие байбеки. Ну, собственно, бабки уже не проблема. Ой-ой-ой, Виверна все-таки решилась это сделать. Она берет себе вместо фликера релик. И теперь у нее длительность ультимейта будет просто нереальная. 6,7 еще... Да, там порядка 8-9 секунд она будет держать оппонента в Интерскерсе. Это очень долго. То есть просто герой стоит. Его еще там ковыряют. Никто к нему подойти не может. Ковыряют какие-то сумоны, какие-то... Квапа берет аганим. Ну, это увеличение урона и перезарядка. Тоже усиление, конечно, уже под такой лейт игра зашла. Ну, и пока у нас игра заходит в тупик, что для одной, что для другой команды. И этот тупик в том, что сложно зайти на хайграунд. Я бы сказал, викингам сейчас нужно просто вот своих суппортов качать, отфармливать имя леса, там больше экспы забирать и держать аванпосты. Потому что следующий аванпост на 70-й минуте даст очень много, потом еще и книги. И ты имеешь все шансы закачать своих суппортов до 30-го уровня. А это уже здесь не какая-то вот... Я не знаю, как мы обычно там говорим. Ну, и это там далеко. Нет, здесь это уже вполне сериальная ситуация. Полетела Виверна в попытке кого-то подцепить. Здесь Клин Ов Пейн. Пошел вперед также Тоби. Есть контроль Роджера. Нет, это что-то не было. Тут контроль паника пока что-то. Сейчас очень опасно может быть. Десвард хороший может быть. Десвард расстреливает просто всю команду Викинг Джи. Но нет, там Сыр, я так понимаю, спас жизнь. Да, Сыр спасает жизнь Лишаку. И Десвард заканчивается. Это ДК все-таки с Сильвереджа его доедает. Роджер нажимает БКБ. Просто бежит на своих ботинках. Мипошку могут съесть. Мипошку уничтожают. Снайпер дает ультимейт. В этот момент Супернова ставится шикарная. Забирают Клин Ов Пейн. У нее есть байбэк. У ДК нет байбэка. Лишак просто под Маледиктом. Очень много урона в него залетает. Но он успевает сделать телепорт. Вовремя Фантом Ланцер ворвался на Клин Ов Пейн. Там буквально двух ударов не хватало по Супернове. И он отдал Абисов как раз-таки на голову, чтобы Супернова взорвалась. Да! Даже с такой игрой у Квапы настолько много скорости атаки. За счет съеденного Муншарда и Блаторна. Что она почти разбивает Супернову. В итоге выигранная драка. Байбэк от Квапы. Внизу там драка возможно будет. Потому что здесь уже Тиммер на чужой базе. Под Саленсом заставили брожать БКБ. Хорошо. Не, его не забрать. У него Бладстоун, экс-машина. То есть он там два раза Бладстоун может нажать, насколько я понимаю. Это вообще как его убивать. И сейчас 70-я минута. Он смог, возможно, последний. Но, правда, спина выходит ПЛ. И теперь атака немножко захлебнулась. Засейвили Феникса. Феникс будет жить. В это время погибает Роджер. Делает байбэк. Текс очередной залетает по... Мипорску. Мипорску тоже забрали. Квинок Фейн дает ультимейт. Нам все тщетно. Никто не погиб у команды МикинGG. Феникс успел на последних секундах прожать... На последние доли секунды прожать свой ультимейт. Под Соник Вейвом. Лекан убегает на базу. Ксане нужно уходить. Он успевает уйти отсюда. Но втроем остаются. Ну все. Все. Ресурсы заканчиваются. Теперь у команды Ашер. Еще Хекс залетает по Квинок Фейн. Квинок Фейн погибает после байбэка. И, скорее всего, сейчас игра наконец-то закончится. Безумная эта игра. 38 тысяч перефарма. 70-я минута. Да, и здесь все-таки мы не увидим всех героев 30 уровня. Лансер берет рапиру, которую он собрал на фонтане на своем. Он забирает его с вражеского. И берет еще дезолятор для того, чтобы ломать трон. Хотя рапира, возможно, была до этого. Я, честно говоря, не обратил внимания. Но он взял дезоль сейчас. Это очень-очень ускорило, скажем так. Я думаю, самое важное, что эта игра наконец-то закончилась. Закончилась она невероятным камбэком команды Викинг-ЖДжи. Но Викинги также интригу сохраняли до последнего. Потому что очень долго не могли завершить эту карту. Да, казалось бы, Лекантроп. Казалось бы, быстрая игра. Там ДК Лекантроп. Но почему-то ДК Лекантроп не смогли подняться на хайграунд. Очень сильно боялись Виверны. И, как мы видим, абсолютно... Ну, это было ошибкой. То есть, если бы они зашли против этой Виверны, погибли, да, это было бы плохо. Но не зайти было еще хуже. Потому что играть вот в такую игру против Лансера... Это даже при том, что... Ну, немножко-немножко там вот этот Дезолятор, например, некому было взять. Но настолько сильный и Тимбер был, и все остальные, что выиграть было сверхтяжело. Хотя шансы были. И это только первая карта. Что же нас ждет на второй? Я даже боюсь себе уже представить. Но тут, посмотри, еще равный счет. 36-36. Да. Но это потому, что вначале очень сильно просели по фрагам. Первая игра получилась убийственной. Викинги все-таки забирают победу. Но это только победа на карте. Она им мало чего дает. Им нужна победа в серии. Мы уйдем на перерыв и вернемся ко второй карте. Субтитры сделал DimaTorzok